Бытует мнение, что сегодня российский кинематограф находится на дне своих возможностей, поскольку многое копирует западных картин, теряя самобытность. Режиссер Айрнас Мухамедзянов в новом фильме «Ибн Фадлан» доказывает зрителям обратное. Документально-художественная драма – оригинальная история нашей страны. Кинокартина рассказывает о жизни одного из самых просвещенных людей Среднего Востока – ученого и путешественника Ахмеда Ибн Фадлана, с которым напрямую связано на становление исламского мира на территории Волжской Булгарии. В 1922 году было отпразднено такое грандиозное событие, которое связано с принятием ислама на территории Российской Федерации, но тогда еще федерации не было, именно с приходом посольства, в котором был секретарем Ибн Фадлан. 300 актеров, 200 костюмов, повторяющих аудентичность эпохи, широкая география съемок от Анти до Узбекистана. Над сохранением правдоподобности в художественной картине работала большая съемочная команда совместно с историческими консультантами. Среди них – доцент Института международных отношений Казанского Федерального Университета, директор Белярского историко-археологического и природного музея-заповедника Зуфар Шакиров. Я ознакомил с объектом на территории нашего заповедника. На сегодняшний день самые древние из известных мечетей в Северо-Восточной Европе – это соборная мечеть на территории древнего Беляра. Премьера документально-художественного фильма состоялась осенью прошлого года в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Однако в широкий прокат вышел только в этом году. Виктория Бояринцева, Карина Саяхова, Сфаридзе Хитуглы, Универньюз.